Дагестанский атлет Чемпионами России стали Сослан Гучаков, Хасавюрт школа имени Умаханова, Хайрулан Нурадинов, Махачкалинская школа Гамидова, Абазгаджи Магомедов, представитель УОР города Хасавюрта, переместовал в весе до 54 килограммов. После летних сборов в Нальчике и Алуште призеры российского переместа поедут на переместа мира и Европы. Я готовился, усердно тренировался. Я хотел выиграть это первое из России, потому что мне важно. У меня последний год по иночам. Я хотел всех обрадовать, своих родственников, родителей. Сегодня я сделал им подарок, все пришли за меня болеть. От родителей, от родственников хочется объявить благодарность тренерам школы Умаханова, Базарганова, которые его подготовили. Надеемся, в дальнейшем Абазгаджи нас порадует, он станет чемпионом мира. Дагестан, 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 Кара Алата. Дагестан, Дагестан, Кинал Буатсан. И еще о борьбе. В райцентре Агвали Цумадинского района завершился 43-й республиканский юношеский турнир по вольной борьбе памяти героя Советского Союза Кадия Абакарова. В состязаниях приняли участие более 170 борцов вольного стиля Дагестана. Почетными гостями состязаний стали замминистра спорта Гайдарбек Гайдарбеков, депутат Народного собрания Магомед Хан Арацилов, заслуженный тренер России Нажмудин Абдулбеков, главный тренер республиканской сборной по вольной борьбе Сажид Сажидов и главы муниципальных образований. О ходе турнира в нашем сюжете. Вольная борьба для цумадинцев – культовый вид спорта. Именно отсюда стартовали известные всему миру атлеты Ихак Гайдарбеков, Майербек Иисупов, Сагид Муртазалиев, братья Гейтиновы, Махач Муртазалиев и Сажид Сажидов. Сейчас растет новое поколение. На последнем чемпионате России золотую медаль завоевал Магомед Расул Газимагомедов. В ходе церемонии открытия спортсмену вручили ключи от автомобиля. Представители девяти команд в течение двух дней оспаривали первенство в 11 весовых категориях. Основная борьба за медали и призовые развернулась между борцами спортклубов Махачкалы, Кизельюрта, Кизляра, Хасавюрта и Цумадинского района. То, что касается молодежи, то, что где-то вот это и популяризация этого вида спорта, и воспитательное значение этот турнир, это неоспоримо. Это нужное дело, это важно. Поэтому в Челорусской сегодня у нас в Распублике идет реализация многих проектов. Какие-то проекты обеспечены финансами, какие-то проекты на энтузиазме. Жители, ну, сегодня смотрят государство в лицо в рот и просит, вот денег нет, это вот так и не получится. Поэтому мы основные эти турниры, такие, такого масштаба, такие турниры проводим, мероприятия проводим за счет спонсоров. Турнир памяти героя Советского Союза Кадия Абакарова с каждым годом набирает обороты и популярен в борцовских кругах. Среди участников, чемпионы и призеры республиканских и российских первенств. Разрешите мне от Министерства спорта Республики Дагестан, от Министра спорта Магомедову Магомеду Исуповичу и лично от себя, от всех спортсменов, поприветствовать всех спортсменов, ребят, которые выступают, тренировок, судей. Хотел бы пожелать, вот Магомед Саидович перечислил столько знаменитостей. На самом деле у ребят сегодня есть стимул, у кого взят пример. Традиционно победителями Цумадинского турнира становятся хозяева, а также представители Хасавюрта и Ботлевского района. В этот раз весе до 69 килограммов золото завоевал махачкалинец Гаджимурат Меджидов. Самая сложная финальная расхватка. Думал проиграю и в конце как-то не побоялся, рискнул и в результате выиграл. Спасибо всем, кто за меня болел. Обслуживать турниры в горных районах задача не из легких, однако судейская бригада, которой руководил арбитром международного класса Тимур Гадисов, задача исправилась. Турнир прошел на высоком уровне, я считаю, конечно, за исключением кое-каких инцидентов, но без этого не бывает. Если какого-то спора или драки не будет, это можно считать соревнованием несостоявшимся. А так все прошло прекрасно на высшем уровне, все довольны. И гости, и участники, и тренеры, и представители, и судьи, я считаю, отработали на высшем уровне. Победители и призеры турнира в Агвали получили дипломы, медали и денежные призы от оргкомитета. Денежными премиями также наградили наставников-чемпионов. Сборная Дагестана под руководством Шамиля Алибатырова завоевала пять наград различного достоинства на чемпионате России по смешанным единоборствам в Омске. В активе наших три золотые медали, одно серебро и одна бронза. В своих весах чемпионами стали Магомед Анкалаев и Резван Куниев, представители спортклуба «Горец», а также воспитанник Академии ММА Бахачали Бахачалиев. По итогам турнира сформированы команды для участия в чемпионате мира и Европы. Пройдут они осенью, соответственно, в Румынии и в Чехии. Сыграны очередные матчи чемпионата Дагестана по футболу. Результаты на ваших экранах. На юге без поражений идут Магарамкенский Леки и Ахтынский Ахцах. На севере в лидерах махачкалинские судостроители Буйнакская и Тимирханшура. У обеих команд после двух матчей по шесть очков. Продолжение следует...